Вы все прекрасные игроки, все лучшие. Результат уже известен, я всегда это повторяю, потому что там уже все известно. Нам просто предстоит об этом узнать, насладиться самим процессом. И общением друг с другом. Давайте возьмемся за руки, друзья. Я всегда, это традиция, мы беремся за руки, делимся позитивной мегаэнергией, которая вот в нас есть, вот мы передали ее друг другу, зарядились. Пока еще можно говорить с Богом, поехали. Прошу мужчин стоя поаплодировать, прекрасный леди, сидящий на мегаэнергию всталю. Идеальная ситуация, как в жизни, 50 на 50. 50% мужчин, 5 прекрасных парней, 5 прекрасных дам. Всем прекрасной игры, сейчас я буду представлять игроков. Ваши бурные аплодисменты, поддерживайте. У вас есть болельщики, все смотрят, все поддерживают. ГОСПОЖА ЗВЕЗДОЧКА ИГРОК НОМЕР 1 ИГРОК НОМЕР 2 ГОСПОЖА КОСМЕС ИГРОК НОМЕР 3 ГОСПОЖА ПАМЕЛА АМДЕРСОВ ИГРОК НОМЕР 4 ГОСПОДИН БОЯРИН Он же олигарх, игрок номер 5, господин Кул, игрок номер 6, господин Лоску, игрок номер 7, господин Квестра, игрок номер 8, госпожа Южная, игрок номер 9, господин Красавчик, игрок номер 10, 10, цифра у вас просто, видите, как выглядит 10 лет мати, госпожа Тези, в городе ночь, город засыпает. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Слово получает игрок номер один. Игрок номер один. Минута госпожа Звездоч. Доброе утро, город. Знаете, я счастлива, потому что для меня очень ответственно и очень важно было сидеть на этом чемпионате за финальным столом. Для меня это была цель. Я здесь, и сейчас от меня мало чего зависит. То есть я сейчас на четвертом месте. Единственный мой шанс получить такую прекрасную медальку, это если господа, боярин-олигарх или лоску будут черными игроками, и они проиграют. Это единственный мой шанс. Но я об этом не хочу думать. Но в чем проблема? Это рейтинг. Все его знают. Все знают, кто борется за первое место, кто за второе, за третье и так далее. Для меня реально очень ценно сидеть за этим столом. Я благодарна организаторам. Я очень... Я думаю, что... Ну, мне так кажется. Вот я сидела ночью и думала, что игроки один, два, пять, семь. Вот игроки, которые молодые матчи. То есть мы не так давно играем. Для нас это очень большой опыт. И мне кажется, что вот если там нету черных игроков, ну, я очень надеюсь, что мне будет приятнее играть в интеркомандах. Спасибо вам. Стой в игроку номер два, госпожа Космос. Ну, доброе утро, город. Хочу так тоже немножко предложить тему, как она один. Про себя ночью думала. Для меня... Ну, это, наверное, самое большое мое достижение мафии, которое я достигла сидеть за этим столом. Один из... Очень хороший стол. И то, как я сюда попала. Прошла эти семь отборочных туров. Хоть как-то это зашло. Пока что с первой поиграю аккуратно. Даю следующие речи. В рак-то мероприятие у нас коварно. Я уже это на себе испытала. Но на данный момент, я считаю больше красным игроком. Будучи черным, то, что она там говорила по поводу того, что там блоску или олигарху. Будучи черными, проиграть мне кажется, не совсем резонно было бы это и делать. Вот так. Один-два пока поиграем. Всем хорошей игры. Победы городу. Хочу, чтобы мы как-то эмоционально вышли довольными после этой игры. Чтобы не было криков. Я, конечно, понимаю, что там все, как она может быть интересная. Но не просто не хочу, чтобы у меня немножко голова болит, чтобы не было криков. Вот такая спокойная игра с первой пока что. Спасибо вам. Криков в этой игре не будет, потому что за вами наблюдает весь мир. И будет эта игра в Ютубе висеть вечность. Поэтому знайте, что вы будете вечно с этими криками там висеть. Это если они начнутся. Я уверен, что они не начнутся. Снова игроку номер три. Ну, номер четыре. Мне нравится наш вопрос. Какая, я на той гордой вы цену? Ну, как вы думаете, за этим я дам вам шанс игроку номер четыре-пять летную черную переиграть. И поэтому в данной ситуации я ничего говорить не буду. Не буду рассказывать ничего по столу. Не хочу. Ну, как бы вот, в общем, у меня не очень хорошее настроение. Поэтому вот вы решайте сами. Ну, поговорили вам один-два. Вот дадите им цвет. Заходите меня еще в нитек. И не вопрос. Четыре-пять вот мальчики. Забираемся, начинаем. Не знаю ваших цветов. Решайте сами. Вот. Я хочу сказать, что я очень рада за то, что за этим столом как минимум пять игроков сидит ребят, которые, скажем, новая школа. Не четыре, а пять игроков. Это один, два, пять, шесть и семь. Вот. Вы большие умнички. Молодцы. Пять. Не шесть, а семь, восемь. Извините. Простите. Как я могла. Вот уже минус в моей речи. Говорилось. Вот. Вы очень большие молодцы. Я вас с этим поздравляю. И очень за вас рада. Спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер четыре. Господин Боярин Олигарх. Боярин Олигарх. Красный игрок. Мне очень нравится эта игра. Мафия. Видите? Я от нее получаю колоссальное удовольствие. Особенно, когда обманывали. Я поиграю один, два, три. Знаете почему? Потому что прекрасный дам. Прекрасная финальная игра. Я не могу с ними не поиграть по первому кругу. Тем более, я сижу. Я первый говорящий мужчина после них. Почему мне с ними не поиграть? Хотя, вот, если по позиции сложить, то у игрока номер три была позиция слабее, чем у один, два. Один, два было хорошо эмоционально, искренне. Ну, мне понравилось. Два после один поговорил, тоже достаточно хорошо. Тройка же мне, ну, с моей точки зрения, было хуже. Мне показалось, что она переживала, нервничала, запуталась в номерах новичков, в которых я, в принципе, ну, не знаю, с учетом нормальный. Поэтому тройку я больше подозреваю. Да и мне как раз, ну, хотелось бы, чтобы она была черная. Понимаете, в чем дело? Вот, поэтому такая ситуация. Один, два. Ну, я поиграю, запомните, один, два, три по этому кругу. Хотя, вот, третья позиция для меня слабее. Спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер пять. Господин Фулк. Доброе утро, город. Я привык говорить всегда, что нулевой круг, он является самым информативным. Мы всегда еще, в этот момент черные еще не знают, в кого им играть, кого тулить, кого подтягивать и так далее. И поэтому черные что-то говорят, потом могут об этом забыть, и это могут быть главные аргументы, чтобы их найти. И, к сожалению или к счастью, эта нулевка для меня является абсолютно не информативной, потому что я послушал игроков один, два, три, четыре, и мне все речи понравились. Они все были светлыми, интересными, эмоционально хорошими. Все хотели в финал, все прошли в финал, все молодцы. Я тоже очень рад, мне тоже очень приятно сидеть. Еще приятнее было вытащить мирную роль. Что сейчас происходит на игроках номер один, два, три, четыре? Ну я могу дать позицию, если вы хотите, я без проблем. Я просто могу сказать, как есть, но это не факт, что так и есть. Один-два, мне понравились эти речи, я не искал бы там черных. Игрок номер три сказал, просто разбирайтесь, и закинула на четыре-пять. В любой другой игре, если бы это был не финал, я бы, наверное, начал игроку номер три говорить, ага, черная помела, достала черную роль, начинает натыкать девоту номер пять. Но сейчас просто, я не знаю, какой у нас остальных фон, и почему игрок номер три именно так немножко расстроен на себе. Закидывал, это хорошо. Спасибо вам. Господин Лоску, ваша минута началась. Доброе утро, город, рад вас всех видеть за этим столом. Я расскажу маленькую историю, вот, я такую же позицию в конце круга. У меня была маленькая мечта, вот, пройти финал. Я много чемпионатов мира смотрел, вот, и именно одна фишка была, там, когда проходили финал, всегда был финальный кофе-стол, в центре зала, и ребята выходили в мантик, вот, ходили, играли, под, там, звуки фанфаров, под прожак, ну и все такое. И вот у меня была цель, я с каждой игрой, с каждой отборочной игрой, я думал, так, осталось три игры до этого, осталось две игры до этого, я в нормальном этом иду, осталось одной игрой не проиграть. Я в этом финале, я выйду в мантик, и я вот узнаю, что я в этом финал, и я узнаю сегодня, что это первый отлиг, на котором мы ходили с мантик. Для меня это был удар, вот, немножко, к сожалению. Но ладно, ничего, наступит еще каждый день, что-то будет, когда будем. Сейчас, теперь, в мантик. Позициям, представляй, как они открыли на голосовании. Я представляю, что кто-то выставил еще кого-то, чтобы Сэр Камал Андерс отбил свою позицию. Мы играем все-таки на финале, нигде не говори свою позицию, не простите, не надо вас. Без 1-2 мне не очень понравилось, что первый трех столов. Сейчас порадует первый красный цвет, хорошо, значит, первый будет краснее, чем второй игрок. Пятый, наверное, в этой ситуации, ну, если бы черный был бы, я думал бы, говорили бы. Короче, мы же 3-4 черных игрок, скорее всего, есть. И, Мя, спасибо вам, слово игроку номер 7. Добрый, другое, первый мой чемпионат мира, поэтому призываю привет Бейкер-стрит своей команде. Фокс, Джульетта, Снупи, вам привет. И начнем. Я поиграю 1-2 из-за того, что... Мне не понравилось, поговорили. Первый открыл стол, она там поговорила спокойно, не нервничала. Поиграю с первым игроком. Поиграю пока со вторым игроком. Ее позиция, по-первых, поиграла, в третьем не договорит, что там есть, например, черные игроки. Если она красная, не находит там черных, все, 1-2 можно играть. Поэтому я спокойно играю 1-2. А поясню, почему я не хочу поиграть с игроками 3-4. В третьем закидывает на 4-5, а в четвертом сначала поиграю 1-2-3. А потом, говорит, а в третьем что-то может быть, ему что-то уже не нравится, но я все равно поиграю 1-2-3. А в пятом это уже замечает, он говорит, что она закинула, я бы накинулся. А в четвертом этого не замечает. Поэтому я 3-4 не поиграю, они могут даже вместе с черными игроками. В пятом я возьму свою команду, с шестым выставил даже в третьем игрока. В четвертом я буду в четвертом, поэтому я считаю тоже, скорее всего, красным игроком. Сам красный, спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер 8. Госпожа Южная Минута. Давайте так, господин Кост. Помэла показывает 1-2 для нее красные игроки. Она по столу это показывает. Нет, вы говорите, один черный там есть. Не знаю, у меня 1-2 красные игроки, они поговорили нормально. Но я от этого строила свою позицию. У меня помэла красная, у меня 1-2 красные. Ну, до того, как говорила помэла. У меня 1-2-3 красные. Пятерка так держался за свой стул и комментировала речь игрока номер 3. Я просто боялась, что стул убежит от игрока номер 5. А он просто проводит прямой репортаж по тройке. Мне не понравился игрок номер 5, игрок номер 4, игрок номер 6. По игроку номер 7, не знаю. 6 выставил игрока номер 3. Вам непонятно, что на красный игрок. Вы хотите полречи, вообще 80% речи вы посвятили непонятно чему. Дальше выставили красного для меня игрока номер 3. У меня вопросы по шестерке. Пять секунд. Не знаю, кто игрок номер 7. Дальше буду делать вывод. Из этих всех для меня 5 самых. Время. Спасибо. На этом чемпионате и проценты тоже отменены. За это не караются фоллом. Поэтому вы так на меня посмотрели. Много новшеств на этом чемпионате. Слово игроку номер 9. Привет, Жей. Привет, Мартар Стихор. Привет, Эдин. Очень любимый восьмерки. А и понятен цвет игрока по номерам. Я вас поздравляю. Вы у нас будете одним из первых игроков, который сразу понимает цвет помела на третьем номере, который даже не сказал никакой позиции. Вы умничка, игрок под номером 8. Вы даже не услышали ее позицию между 1 и 2. У игрока по номерам 3 сидит черный игрок, и это 2. Мне не понравился, как говорил игрок под номером 1. Она поговорила хорошо, правильно, но не нравится мне эмоциональный фон. Все просто. Игрок под номером 8 не знал позицию игрока по номерам 3, но определился, что прекрасный игрок. Это ваши дела. Игрок под номером 3 забросил на 4-5. Когда я игрок под номером 5 поговорил, на 5 он сказал, не забрасывай. Мне очень понравилось, как держался игрок под номером 5. По крайней мере, как он держался, как он говорил, здорово. Фул, умничка. Второй момент. Лоску тоже можно считать новичком, потому что, я думаю, фул, звездочка и космос не меньше играют, чем господин Лоску. Правильно? Правильно. В общем, я поиграю с госпожой Тедди. У меня между 1 и 2 есть черный, между 2 и 4 есть черный. Фул, умничка. Спасибо. Спасибо вам. Снова игроку номер 10. Ваша минута, госпожа Тедди. Господин Лоску, я уже играю второй финал в личном зачете на чемпионатах мира. Я играла на первом, третьем, на четвертом можно не участвовать. Сразу приходить на пятый, чтобы попасть в личный зачет. Ну, как бы такая тенденция. Так вот, первый мы тоже играли на камерах, но в том зале. Можете посмотреть, это есть в YouTube. Я была Дуном, Мустафа был шерифом. На угадайке, если бы выигрывала я, я бы стала чемпионом мира. Но я не стала чемпионом мира, а стала чемпионом мира. Господин Мустафа, который был на ведущем. Итак. Играли на камеру. Да, играли на камеру. Это супер игра. Очень ясно. Я передаю привет Персику. В год трехлетия Биг Бена. И Барби. И знаете, вот мне очень сложно, я не очень вижу черных, потому что я тоже волнуюсь. Но мне не понравилось ни один, ни два. Поэтому я, наверное, должна играть с 3 и 9. Лоскоу, я не буду никого выставлять. Мне почему-то кажется, что можешь быть в одной команде. 10 секунд. Она не говорила, что 4-5 черные, она просто сказала, 4-5, соберитесь. И все. Я делаю 4-6, соберитесь. Пол, игрок, номер. В общем, мне кажется, что вы все красные. И 6, и 4. Время. Дамы и господа, один игрок выставлен на первом кругу. Он не голосуется по правилам игры в городе ночь. Дамы и господа, в городе утро. Утро недоброе. Недоброе для города мафия. Стреляла, мафия попала. Игрок номер 3. Вы убиты. Госпожа Памела, у вас минута, время пошло. Ну и хорошо, на самом деле, потому что я объясню. Я не хотела это говорить. Я наблюдала одну игру, слышала одну фразу, которая меня вывела из себя. И когда я села за стол, я очень перенебничала, и поэтому я не очень хотела вообще смотреть за чем, либо что здесь происходит. Давайте какие-то цвета. Я не знаю, либо это у меня осадок на игрока номер 2, либо такие действительно считаю черным. Я уставляю бетон красным, игроков номер 5 и 6. Это те игроки, которых я определилась. Я обширилась с пятеркой. Я имела в виду, что 4 и 6 соберитесь, как вот те игроки. И 10, да. 5, 6, 10 оставляю красными игроками. Я забыла. У вас есть право на лучших. Не хочу я никаких прав. Не знаю я. У меня это время нечего. Пол. Игрок номер 2. Короче, давайте пускай будет пальцем в небо 2. Пускай будет 9. Мне не понравилась его речь. Не знаю. Меня до сих пор вот так вот трусит, после его пятерки. Что пока? Я и так ухожу. Госпожа Памела, вы... 2, 9. Вот это вот после шестерки кто сидит? 7. Вы покидаете игровой шоу. Потом сейчас по лестерке. Начинает круг обсуждения игрок номер 2. Госпожа Космос, у вас минуты. Очень жаль, что я сижу на двойке. Памела сейчас не услышать мою речь. Я в прошлой игре сказала фразу я не Памела. Я не посмотрю. Я имела в виду, что я не Памела, которая называет тройки черных. Я не посмотрю в этой игре, чтобы называть тройки черных игроков. Очень обидно, что третий не поняла. Я надо доскала, то ли у меня по двойке этот осадок остался. Я потом объясню. Я же как-то очень эмоционально сбилась после этой речи. Выставляю на голосание арка номер 9. Игрок номер 9. У вас между 1, 2 есть черный игрок, между 3, 4. Десятого играете. Где у вас третий игрок? Позицию между 1, 2, между 3, 4 вы не даете. Скорее считаю 9-го черным игроком. Скорее считаю 9-го черным игроком. Думаю, что между 7-8, восьмая... Ну, вы вот так жестко не знаю, меня смущает. Я, конечно, понимаю, что там первую биенну, тройки, давайте красный цвет. Не знаю. У меня какая-то сбитая позиция. Я 2, играю с 5, поиграю скорее с Лоску. Между 7-8 черный игрок, девятого считаю скорее черным игроком. Пока что поиграю, я не знаю. Нет, нет, нет. Я шериф. Я шериф, девятый проверенный черный. Лоску не шериф от игры. Значит, есть черная команда. Застрелил, Памелу? Застрелил. Я шериф, девятый проверенный черный. Мяс, спасибо вам. Слово игроку номер 4, господин олигарх. Как сказал бы герой одной из моих любимых книг, книга джунглей мудрака, спокойствие. Главное – спокойствие. И все будет очень хорошо. Вы шериф 6 про этой краски. Вы шериф гей про этой черный. И что делать? 2 не уходит. Ну как, она же шериф. 9 тоже шериф сидит. Но у игрока номер 6 включает, скрывается проверка игрока номер 2, когда она скрывается шерифом. Какая ситуация? Зятый не может быть при этом шерифом. Вот какая проблема. Я выставляю игрока номер 7, выставляю игрока номер 9. Принятый игрок номер 7. Игрок номер 9 выставляет. Почему выставляю игрока номер 7? Потому что, почему 9 выставляю? Я 7 выставляю. 9 в стороне выставляю. Он скрывается, ну не до конца он скрывается. Пускай это скажет на стол, как это происходит, игрок номер 1. Но как он скрывается? Помимо него скрываются другие игроки. Понимаете, какая ситуация? Я это вижу. Поэтому тут такая ситуация. Не факт, что у него есть право посидеть. Мне 7 не понравится, мне 9 не понравится. Мы уже играли эту игру, когда, знаете, шериф, он сидит, все однозначно он красный. Ну, я послушаю девятого, подумаю, и приняму, что решаю. Время, спасибо вам. Слово игроку номер пять, господин Фулминута. Добрый угрогород, я уже вижу, что игра будет тяжелой. Никто особо не залазит на игроков, на игроков номер восемь. Очень, наверное, хорошо, потому что это то, что игроков номер восемь красный билет. Она последовательная была у меня, и мне не было смысла делать это, если на чем. Может, говорите погромче, чтобы вас слышали там? Может, скажу погромче. Я не думаю, что на этом круге есть смысл голосовать в кого-то среди. Один, два, четыре, пять, шесть, девять, десять. Может быть, один еще, между семь, восемь и один еще, предлагаю голосование. Почему вы и нет? Поговорите по столу, я послушаю вашу позицию. Если вы будете красным иронем, я вас в какую-нибудь поставлю. Игрок номер, что первый раз играем, не знаем, как это делается. Какой вы? Вы бы у меня были скорее красным иронем, больше. Дайте, пожалуйста. Не нужно разбираться. Я не определился жестко, что именно два черные, а вы красные. Время! Спасибо вам. Слово игроку номер шесть, господин Лосков. Доброе утро, город. У меня в этой игре все просто. Я почему-то говорю речь, сказал трогательный, потому что вытащил карту комиссара. Я очень долго играл карту, очень как-то черную карту. Тащил карту комиссара и немного расстраивался. Потому что бонусы за комиссара нету, а черным игроком я уже не выиграл. Слушай, по маландрах. Поэтому разговаривался. По маландрах наставил на меня бетонно-красным игроком. Застрел, обманул, заслужил выиграть эту игру. Госпожа Космос на своей речи говорит, что я красный игрок. Мне нет смысла после этого вскрываться шерифом от игры. Встреча игрока номер два на голосование. Будет скрывать второго игрока в этой игре. Я шериф сейчас. Все, мы играем в одну калитку, в одну версию игры. Финал чемпионата мира. Москвичи ее смотреть не будут. Они не любят этот чемпионат. Мы будем смотреть, киевляне будут смотреть эту игру. И все будут думать, что нет, плохие посижуки у нас сидеть не будут. Скрылся шерифом посижу, посижу, уходит домой. Моя версия игры, что трое-четыре игроков, между другими, один, два, семь, девять. Слушай, вам еду разбирали. Вол, игрок номер два. Все, у нас есть нет времени на это все. Нет времени. Вторую, сейчас все руки вторую. По маландрах на меня красный, все. Пять секунд. Как говорят, вот Лоску оставила неправильно, проиграла эту игру. Весь чемпионат это слышал. Нет, по маландрах на меня неправильно, она проиграла эту игру. Все, остальные игрока номер два на голосование. Выставлено. Время, господин Лоску, вы закончили свою речь, игрок номер семь минуты. Доброе утро, Гор. Хорошо, игрок номер шесть и высший рис, но зачем вы тогда вторую проверяли, просто мне непонятно. Хотя бы это объяснили, я просто не понимаю, у меня же один, два, один черный игрок, но вы выставили третьего игрока, чтобы она поговорила. Вот это просто мне непонятно. Сейчас вы вяжете меня черным игроком, я это не могу понять. Как я могу быть вас черным, если я играю в пятом, а три-четыре мне не нравится, вставлю в третьего игрока, но знаю, что она стреляется за этим столом. А вторая проверяет девятая черным, я знаю, что я красна, аứ а вторая-девятая черные. Как вы можете девятую вязать сейчас в черную команду? Потому что по мэла это остагло. А вот так объясните мне, почему вы девятая считаете черный игрок номер шесть? Я думаю, что шериф. Ну понимаете, вы так жестко играете за этим столом. Играю с пятым, как говорили у меня красный, игрой, в четвертый меня выставляет, выставляю игрок номер четыре на голосование. Потому что я дам между три-четыре черных, пока я от этого не отхожу, он тем более меня выставляет. 10 секунд. Между шерифами я еще не могу разобраться игрок номер шесть. нашла вас, но у меня и двойка у меня была более красной, вы еще с первого, у нас где-то два играла. Мя, спасибо вам снова игроку. Так, много жестов, дамы и господа, это уже начинает мешать игре, убрали всяческую жестикуляцию и слушаем игроков. Игрок номер 8, у вас минута госпожа Южина. Выставляю номер 7 на голосование. Если у вас двойка была красным игроком, значит вы играете против команды 9-6. Госпожа звездочка, фолк. Если 6 шериф, 2 шерифа, должны составлять игрока номер 9. Откуда появился четверка? Вот у меня вопрос, откуда появился четверк? Потому что он вас топит или что? Предлагаю снять семерку. И, кстати, Лоску, это вообще не аргумент. Помела оставила вас красным, она оставила 2-9 черными игроками, они в разных командах. Ну так что мы будем делать с этим? У меня 10-1, это красные игроки. 10-1 красный, между 1-2 был 1 черный. Это игрок номер 2, а не игрок номер 1. 10 секунд. Дала хорошую речь. Вот с 10-1 я играю. 5 секунд. Время. Спасибо вам. Слово игроку номер 9. Помните, господин Лоску, мы там что-то разговаривали перед игрой? Вы же логик. А вы играете в игру имени Пам? Без обид, по-моему, Ландерсон. Она вам говорит, что между 1-2 есть черный игрок. Я говорю это, что между 1-2 есть черный игрок. Я называю единичку черным игроком. Я называю единичку черным игроком, не двойку. Двойка проверяет меня, называет черным игроком. Меня. Игрок под номером 3 заявляет, что у него между 1-2 есть черный игрок. А игроки 5-6 точно красные игроки. Я рассказываю, что 5 у меня умничка поговорил, все здорово. Обращаюсь к игроку под номером 6. Я говорю, заведомо вперед, у меня десятка уже будет красная, потому что вот здесь вся беда. У меня Лоску все время его спрашивает, какой игрок под номером 8. Я выставляю игрока под номером 9. Вы поиграем версию Пам. Мы поиграем версию Пам. Вы молодые игроки, вам нужно учиться. Я проверен и черный игрока под номером 2. Вот я сейчас уйду для Лоску, который считает меня черным игроком. Олигарх, вашу игру я тоже понимаю. Вы считаете двойку черным, вы хотите в нее голосовать. А я вот считаю его шерифом. Но с вот этим вот версией игры Пам будете играть так. Если бы поиграли по-логически, я бы сыграл с вами. Зачем вам 10 черных на одном столе? Я вот на первый круг знаю, что два черных. Время, спасибо вам. Слово игроку номер 10 минут. У вас был холл, господин Лоска. Я все замечаю. Мне очень комфортно с вами играть. Давайте мы проголосуем все-таки в 2. Я сказала, что мне и 1,2 не нравится. Поэтому я играю в 3,9. Это было, конечно, немножко абсурдно. И все, кто говорят, что-то хорошо поговорил, у меня была речь не очень логичная на самом деле. Фулл. Южная. Вы мне верите, да? Вы мне верите? Вы можете мою просьбу выполнить и проголосовать в 2? Я вставляю игрока номер 2. Вы вставляете игрока номер 2? Реакции совершенно другие. Мы только что играли с двойкой игру. Мы все. Видите, совершенно все по-другому. Нет, вы не шериф. Шериф господин Лоска, он мне скрылся на нулевом кругу. И как бы у меня было все хорошо, потому что я поняла, что там уже баттла не будет, у нас все спокойно. У нас тут 4 члена клуба Биг Бен, все равно личное первенство в Биг Бене, командное первенство в Биг Бене. Мы все в шоколаде. Все, правильно? Поэтому не надо учить никого. Не надо. Давайте просто выигрывать легко и просто. И проголосуем в игрока номер 2. Все. Она вас называет черным. Лоску точно красный. Если есть вторая, черная, объясните мне, пожалуйста. Фол, игрок номер 2. У вас два фола, госпожа Господь. Пять секунд. Время. Спасибо вам. Игрок номер 1, госпожа Звездочка, минута. Доброе утро, город. Я прошу меня послушать. Я прошу сейчас не голосовать в игрока под номером 2, не потому что я ее считаю шерифом, а потому что я считаю ее черным игроком. И хочу играть в правильную игру, чтобы не параноид. Потом по игроку послушайте меня, пожалуйста, за правильную игру. Я красный игрок. Игрока номер 9 мы можем снять, потому что мы будем по нем параноид. Потом, когда игрок номер 2 отстрелит настоящего шерифа игрока под номером 6, я не хочу отстрелов игрока под номером 6. Я этого не хочу. Лоску, я тебя умоляю и прошу, считаю себя красным, считаю десятку красным, считаю девятку красным, считаю тебя красным, считаю пятерку красным. У меня 8 черных, 2 черных, и последняя проверка между 4 и 7. Какая моя неправильная позиция на этом кругу? Нет у меня неправильной позиции. Я красный игрок. Я по правильному поставлю, вы меня извините, пожалуйста, красный город, мирный город. Я прошу, я выставить между 4 и 7, или кого? Что? 4 выставил игрока номер 2. Да, 4 выставлял, кстати, игрока номер 7, не важно. Для меня между 4 и 7, у меня 2-8 черных игроки, между 4 и 7 поставил 4. Дамы и господа, закончили всяческое обсуждение, вот сейчас, с этой секунды, все убрали все жесты, опустили руки и не машем ими. Ничего не показываем, за любой жест вы будете караться фолом и не зарабатывайте лишних фолов, вы уже и так набрали их много. Даже не буду сейчас объявлять, вы все знаете, сколько вы фолов заработали. Первым будет голосоваться игрок номер 8, вторым будет голосоваться, вернее 9, извиняюсь. Вторым будет голосоваться игрок номер 7, третьим будет голосоваться игрок номер 2 и четвертым заключительным игрок номер 4. В этом порядке пройдет голосование. На голосование отводится ровно 2 секунды после слов ведущего спасибо, со словами ведущего спасибо, голоса не принимаются. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 9? Прошу голосовать. Спасибо, два голоса. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 7? Прошу голосовать. Спасибо, два голоса. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 2? Прошу голосовать. Спасибо, четыре голоса. Четыре голоса, один голос отходит игроку номер 4. Игрок номер 2, госпожа Космос, у вас минута. Вы меня простите, я не знаю, что я должна сделать в этой игре, чтобы вы мне поверили. Очень сложно играть. Стреляется шестой игрок. Желаю минимальной победы мафии. Надеюсь, все у нас будет нормально. Стреляется игрок номер шесть. Спасибо. Почему четыре? Спасибо вам, голый игрок номер один. Поаплодируем игроку номер два. Нам покидает фолл игрок номер восемь. В городе ночь. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон» 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 не убить не убить олигарх видел как вы меня вскрыли я не вскрывалась лоск просто он спросил ты шериф я ему сказала да потому что помыла уже дала 56 я шериф я шериф проверила двойку а потом проверяла а я стреляя крока номер четыре до 2 слушать а я не знаю может она решила сыграть как олигарх прошлой игре и дать своего черного черта потому что помыла дала вас черной команде подождите мне нужно понимать у меня есть только один шанс это еще не не точная победа красный понимаете в чем дело это очень сложная ситуация спасибо вам слово игрока номер один доброе утро город теперь пожалуйста послушайте меня если вам нужна красная проверка между игроками 7 8 1 вы проявляете игрока под номером 1 игроки 4 2 то есть я бы себя не просила на проверку давайте начнем с этого почему девятка точно красный игрок игрок номер 2 скрывается с проверки игрока номер 9 мирные игроки такие как я могут поставить руку в игрока по номеру 9 сыграть в правильную игру и так далее тому подобное поэтому игроку 9 будет красным игроком потому что она может потерять игрока номер 9 при 9 рыбари и том что она вскрывается они не верят 9 красный по любому здесь у нас понятно и естественно и так далее я могу паранои по игроку по номером 6 но не Я не буду это делать, ближайшая группа как минимум. Я отводила проверку от игрока номер восемь и направила ее между четыре и семь, потому что игрок номер четыре у меня за спиной двойки, спрашивают, в кого бы ты голосовала? Я говорю, я бы голосовала в игрока под номером восемь. Посмотрите, послушайте меня, пожалуйста. Я ему показываю, я бы голосовала в игрока под номером восемь, а он в итоге с восьмеркой голосует по игроку под номером восемь. Дамы и господа, сейчас все убрали всяческую жестикуляцию, никто ничего не показывает, убрали всяческую жестикуляцию, с этой секунды все будете за любой жест, любую цифру, любой знак получать фолы. Первым будет голосоваться игрок номер шесть, вторым будет голосоваться игрок номер четыре, в этом порядке пройдет голосование. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер шесть? Прошу голосовать. Спасибо. Один голос. Оставшиеся голоса отходят игроку номер четыре, игрок номер четыре, господин Боярин Олигарх, у вас минута она последняя в этой игре. Какой-то неправильный план на эту игру, явно игроку номер два, тяжелая ситуация. Я знал, что вы меня проведете, когда я видел, что вы вскрылись игроку номер шесть, он показывал, что два должны уходить, я это видел, я понимал, что вы меня проведете по-любому, поэтому тут такая ситуация. Сложный план, сложный план, но я хочу сказать, что всегда есть шансы на победу, всегда они существуют, и я запускаю черный шанс на победу в этой игре. Он, конечно, очень сложный, но существующий. Мне так нравится, они вот ищут, ищут, мне нравится. Поищите, поищите. Десятый-то уже жить не будет. Я знал, что он шериф, когда слышал, что два говорит, думаю, ну вдруг, может, мой маф таки понимает, что десятый шериф из трети. Фолк, игрок номер, вы будете лишены слова на следующем кругу. Третий фолк, господин Лорстов. Держите себя в руках, у вас три фола игрок номер шесть. Я говорю, он меня перебивает. Поставьте четвертый фолк, он вам туда лишится. Ваше время истекло. Поаплодируем игроку номер четыре. В городе ночь, город засыпает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Я очень благодарна организаторам этого турнира и игрокам, для меня это огромный опыт, и эта игра для меня была интересна тем, что вот я смотрела за тем, насколько искренне могут быть эмоции от той действительно победной карты и положительной карты. У Тедди карта шерифа, она любимая, насколько я знаю, и ее сияющее лицо нельзя было перепутать с кем-то. Лоск любит черную карту, и вот он хотел черную карту, и по нему было видно на нуле, когда он выставил Памелу с надеждой что-нибудь сделать в этой игре, ну пожалуйста, пожалуйста, да, ну типа, а вот по вам не паранойла, ну то есть вот по вам не паранойла, господин красавчик, вот единственная у меня была паранойя в этой игре, это по господину Лоску, но она, к счастью и к сожалению... Дамы и господа, выставили все игроки, два игрока выставлены на голосование, первым будет голосоваться игрок номер 7, вторым игрок номер 6, кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 7, прошу голосовать, спасибо, 4 голоса, и я обещал дать слово игроку номер 6, господин Лоску, теперь вы можете смело сказать, вам одна минута, время пошло, я поздравляю красных с победой. Какое хорошее исключение из права, правда, тут люди любят видеть во всем мире и думают, для кого могли исключить права? Да, видите, у вас сюрпризы. Пошли, пусть говори. Всем еще большое спасибо ребятам еще в зале, хочу сказать всем привет, всем, кто смотрели эту игру, всем, кто болели за нас, вот, спасибо сказать о том, что он стал, вот, всем этим игрокам, которые здесь собрались, мне очень понравилось игроку, это же фуло. Вот, немного поигрывало и, как будто я очень хотел черную карту, и зрители сзади видели, насколько я расстроился, когда я вижу красную карту, я просто, наверное, черную карту, блин, я вообще хотел бы черную карту, ну ладно, не выше, так уж. По игре просто, маленький, еще небольшой превью, красавчик не только по тому красный игрок, я почему решил, он, я видел, как он с боярином, как бы, с алихархом, маяковался, и он показывает, что 10-е, что 10-е, шериф, это игре, что 6-ой не шериф, это игре, я вижу, степани были черными, они точно вместе бомбанули бы игрока номер 10. Выбудите для меня скорее красным игроком уже в конце, потому что вы просите игроку уже Тенни, если вам нужна красная проверка, проверите, блин, мне искренне это говорите. Осталось 10 секунд, уже минута пора. Между себя 8, посадите черные, все будет нормально. Всем браво, всем спасибо, и подогревшие аплодисменты, выходите в зал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!